Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, дорогие сёстры, хвала Всевышнему Аллаху за величайшее благо Ислама, за то, что Он сделал нас из числа последователей этой совершенной религии и последователей лучшего из людей Мухаммада, саллиллаху алейхи ва салям. Наша религия — это самая совершенная правовая система, которая обеспечивает права каждого человека. Среди этих прав — это право на покой, на непрерывный сон, особенно по ночам. Наша религия крайне запрещает причинение тревоги, шума, нарушение покоя по ночам. Это всё противоречит нормам и принципам Ислама. Изучая данную тему, я обнаружил научную статью учёных Ислама, в котором раскрывается тема трансляции, поминания Всевышнего Аллаха и чтения Священного Корана через громкоговорители из мечетей, где учёные недвусмысленно едины в том, что это противоречит нормам Ислама, ибо это нарушает покой людей, нарушает их право на отдых. И по поводу этого спросили у шейха Мутавалли Аш-Ша'рауи Рахима Аллах о чтении Корана через минореты и трансляции его через громкоговорители на улицу. Он говорит, Это говорит нарушение этики Ислама. Я сижу у себя дома, занимаюсь своими делами, и звук без моего разрешения входит ко мне в дом. Я нахожусь у себя дома. Это великий учёный Ислама, известный во всём мире. И говорит он по поводу чего? По поводу шума, по поводу чтения Священного Корана через громкоговорители. И вот я сейчас обращаюсь, молодые люди, к вам. Именно к тем, которые по ночам выезжают и устраивают мотопробеги, выезжают на форсированных своих автомобилях с повышенным шумом выхлопной трубы и разъезжают по ночам по жилым кварталам, тем самым нарушая покой спящего, вызывая тревогу у детей, нарушая восстановление больного и так далее. Почему вы считаете, что за это с вас в судный день не будет спроса? Ведь тот человек, который был вынужден встать, проснулся ночью, нарушив покой, что этот человек с вас не взыщет. Тот ребёнок, которого мать еле успокоила, уложила спать, проснувшись криками, что в судный день этот ребёнок с вас не взыщет и не спросит, в Аллахе вы не правы. Аллах в Священном Куране говорит, тот, кто совершит хотя бы в пылинку благое, он его обнаружит в судный день. Вы ведь за каждую мелочь из благого ожидаете награды от Всевышнего Аллаха, точно так же ожидайте взыскания за каждый причинённый вред, даже если это незначительно. За это будет спрос. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, в хадисе, известном хадисе спросил, а вы знаете, кто банкрот? Привожу смысл. Сподвижники сказали, это тот, у которого нет ни динара, ни дирхама, то есть у кого нет денег. Мне это сказал посланник Аллаха. Банкротом из моей ума является тот, кто встанет в судный день, предстанет перед Господом с огромным количеством своих благих деяний и придёт тот, кому он причинил вред, кого он разбудил даже по ночам. То есть тот человек, которому вы причинили малейший вред, малый или большой любой вред, и они будут взыскивать с твоих благих деяний, пока они не иссякнут. Когда они иссякнут, тебе на твоей чаше грехов будут переложены с их грехов. Почему-то современная молодёжь считает, если он кому-то не нагрубил, у кого-то, кого-то не ущемил, он спасётся в судный день. Нет. Наша религия – это религия высшей человеческой этики, морали и нормы. Малейшее причинение неудобства, малейшее причинение боли, тревоги – за это будет спрос, дорогие братья, в судный день. Тем более вы не сможете получить одобрение этих людей, которым вы причинили неудобства. А шум создают кто? Не только люди, которые, молодые люди, которые тусуются на своём транспорте по ночам. Шум создаёт некультурный, неэтичный сосед, который не вовремя что-то сверлит, что-то ломает. Также те люди, которые отмечают свои громкие праздники в то время, когда люди должны получать покой и отдых. Чтение Корана громко рядом со спящим относится в исламе к причинению вреда и считается, согласно многим учёным, запрещенным. Поэтому, дорогие мои братья, делайте выводы. Станьте, наконец-то, настоящими мусульманами, которые показывают настоящий образ мусульманина и пример мусульманина. Где бы вы ни находились. Вассаламу алейкум ва рахмату Аллахи ва баракату. Продолжение следует...